Дорнадо Энерджи! Дэмэдж! Дорнадо Энерджи! 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 Она зависит от того умения играть, которое присутствует в ваших рученьках и голове Поэтому давайте постараемся реализовать тот опыт, который вы накопите, возможно, или который вы задонатите Ну, я не знаю, как вы будете докачиваться до этого танка, возможно, он вам в целом не понравится Поэтому давайте реализуем, как я уже сказал, тот опыт, который вы получите в процессе игры World of Tanks на этом танке Итак, первое, что я хотел сказать, попадаем мы в первый бой на карту Himmelsdorf, стандартный бой, я не прочитал сетап Но здесь это не особо было важно для меня, потому что я все равно собирался ехать на горку, когда при загрузке увидел большое количество жестких тяжей с бронированной башней АМХ М4 бронированная башня, 60ТП супер бронированная башня, 113 очевидно, что только пробиваются в лючки В Type 5 Heavy контроль любой брони в этой игре, и поэтому на горку мне единственное, куда, я думаю, можно поехать Плюс еще ко всему, 430-ю вражеский проехал сразу же в бойницу, если посмотреть на миникарту в квадрате D6-D7 А значит, на горе-то нету никаких бронированных СТ-шек, и можно нам самим играть агрессивно ТВП-шка здесь выезжает, начинает перестрелиться с батчатом, и мне нужно встать на замену моему союзному батчату и выбивать эту ТВП-шечку Давай попробуем как раз-таки реализовать то, что планируется Можно попытаться, знаете, что сделать? От башни 121-го поубивать пока И, сами можете заметить, 277 с вертухана-то и не пробил вас в голову Ой, это АМХ-М4, но у меня, видите, проблема в том, что я выкатил себя как-то галима Можно голду заряжать, самое важное, чтобы мне сейчас артиллерия не бахала, потому что это будет действительно галим Так, насколько я понимаю, враги уже подпушивают это направление, и надо убегать Танкует, как вы можете заметить, опять же, башню достаточно неплохо Закидываем выстрел в Бартину и буду убегать с этих точек Алло! Ненормальный, блин Просто неадекватный ИС-4 Не может сдать назад Непонятно, что он делает Он просто ездит, он бот, АФК, что с ним? Что он делает? Не понимаю Дело заблочил, какой-то странный Закидываем выстрел по 140-му Отлично, у меня получилось И я думаю, можно попробовать еще разменять этого ИС-4 Как-нибудь, нет Забью я, пожалуй, на него И буду уже убегать с этих позиций Куда убегать? К моим союзникам, либо к Б... Ну, которые находятся в Банане, либо к ИС-7 Я вот пока, к сожалению, не решил Но надо уже выбрать будет Так, ИС-7 Назад уйять Мне надо уехать отсюда Убегаем Отлично Хорошо Так Банан Или принимать 2-7-7 и 113-го Принимать я их не смогу Это понятное дело Можно, знаете, что попробовать? Можно встать в бойницу И постараться отстреляться по ТВПшке какой-нибудь Либо же... Либо же законтролить центр карты 2-7-7 уже, кстати говоря... Ага 240-й Закидываем ему опять же вертушечку Тяжело Не совсем понятно, как здесь разыграть У нас умирает вся просто команда Абсолютно Надо ехать Выпушивать Объекта 277 Но зажали банан Приехали с горы Гору мы проиграли И 277-го Нужно убивать Это просто 100% информация 113-й здесь Закидываем ему вертушку Однако мне Не дали урон Из-за того, что Здесь У 113-го Плохая степилизация Блин, ну я Я здесь пока только уезжаю Никаким образом Вообще не могу Нанести урон Езжу просто Туда-сюда Попробуем Тайпа 5-го Продамажить В дырочку Это я его вроде бы Смогу Легко убивать Вот Как оно будет На самом-то деле Сейчас яга здесь И 140-й у меня в спине Отлично Выдаем быстро По 140-ому Сразу же чиню топливный бак И Да Меня добивает 430-ю союзный Но это 15-0, ребята Я не Опять же Делаю все без монтажа 15-0 Ничего не смог сделать В этом бою Просто ничего Но когда у тебя команда 15-0 Умирает К сожалению Ничего тут уже не сделать Батчат изначально Не поджался под нас Ис-4 Как дурак Блин Поехал И слился Вместо того, чтобы стоять Заблоучил Получили по лицу Банан у нас тоже пропушили И короче говоря Враги Молодцы То есть 113-й МХМ-4 И 277-й Они полетели Наверх И Убили нас А я кстати говоря О, зацените Фрагмент чертежа Дали Национальный фрагмент Также СТРВ-103Б Это неплохо Хорошо Давайте отправляться В следующий бой Увы Первый бой у меня не получился Посмотрим Что получится В следующем Ну Один в поле Не воин Тут На чем бы я ни был Наверное Разве что 430-ю бы меня спас Но на горе бы я Ничего точно так же Не сделал бы Я бы чуть больше Урона стрелял Может барабанный танк Бы как-то мне помог Но На таких танках Как М48 Паттон Кстати говоря На Паттоне Я бы даже не уехал Оттуда Это почти 100% На Леопарде Я бы тоже ничего не сделал И если говорить В целом о прошлом бою Лучше его забыть Потому что Там 15-0 И Без вариантов Итак Второй бой Попадаем мы на карту Париж Это стандартный бой Опять же Играю я против всех Десятых уровней И постараемся Как раз таки В этом бою Реализовать машину Опять же Такие танки Как Леопард Такие танки Как М48 Паттон Они все же Периодически Зависят В том числе И Центурион Акшен Икс От команды Если у тебя Команда В нулище умирает То как бы Будь ты Хоть на Ваффентраге Е100 Который Перезаряжает Барабан За 10 секунд Навряд ли Можно выиграть Такие бои Итак Что мы здесь видим Очень много танков У которых Хорошо бронированная башня Также есть Т-5 Хэви И Маус Стоять в лицо В лицо Перестреливаться Мне естественно Не выгодно Во-первых Потому что У них Альфа больше На разменах Я не вывезу А во-вторых Потому что У них ХП больше Опять же На разменах Я прям вообще Совсем ничего Не смогу вывезти Итого Нужно играть По стандарту На карте Париж Это ломать деревья И играть От маскировочки Давай попробуем Сейчас как раз Таки Это сделать Ломаем деревья Заряжаем Голду Потому что Я думаю Я здесь Их стабильно Пробивать Навряд ли смогу Врагов И начинаем Их Голошмати Здесь Первым Выдаем Нижний лист Я не должен был Просветиться Здесь тоже У нас Не видно Ничего Да Семера Не подставляется Я так понимаю Вообще Никого не видно Так Ну Давай попробуем Найти Возможно Кого-нибудь Из врагов Ага Тоже Никого не видно Тут Ягпанзер Е100 Ну Ягпузико Можно продамажить Так Ягпузико Дали Интересно Он будет Бландить Или Не будет Бландить Ага Я его не вижу Да Тогда Стоим Смотрим На миникарту По идее Центр Карты У нас Отличный Там Ягпанзер Стоит Два Барабана Даже Три Барабанных Танка И Основные Баталии У нас Как раз Таки Здесь Снизу Однако Я думаю Я все равно Ничего Пока Сделать Не смогу Алексей Могилев Его Простреливать Можно Или Нет Так Вроде бы Влд Немножко Торчит Давай Попробуем Закинуть Отлично Попадаю Ему 445 Урон Наносим И Передислоцируемся С этих точек У меня Прогет 65 Просветил Естественно Ему нужно Втащить Закидываем Очередной Снаряд И меня Сразу же Артиллерия Здесь Контролила Потому что Она знает Что за этими Деревьями Кто-то Достоит Говнюк И у меня Тут Уже Минус Большая Запасочка Прочности Подсветили Так Сказать Так Союзников Моих Тоже Подпушиваю Здесь Эффективно Играть Невозможно Миллион Деревьев По идее Должны Меня спасать Они Опять же Я не знаю Свечусь Или нет После выстрела Нет После выстрела Я не свечусь Это хорошо Можно постараться Реализовать Как раз таки Ту самую Скорострельность И кумулятивы Но Никто Пока Не подставляется Под меня Очень тяжело Бой будет Главное Не засветиться И не получить Но Опять же Засвет не от меня Зависит Я стою за Миллионами Кустов Просто Миллион Этих деревьев Они должны Меня скрывать По идее Как оно будет На самом деле Пока неизвестно Но давайте Смотреть Меня подпушивают Маус Я не вижу А что там Маус делает Так стоп Подожди А он за колонной Я то думаю Где там Маус Тусуется За колонной Он стоит Понял У нас Центр карты Уже Союзники Заняли Маус За колонной Прострелить Его Увы Пока Невозможно Увы Ах Не вижу Ничего Хотя нет Смотри Периодически Он Жопку Сою Высовывает Можно Попробовать Его вольнуть Я из-за куста Не выезжаю Вроде бы нет Тут про гетто А нет ТВПшка Давай по ТВПшке Шмальнем Я не должен был Просветиться И еще один выстрел Дам по ТВП Нет ТВП не подставляется Здесь Ух Как же тяжко Тут Вот сейчас Я точно просветился Да И нужно мне сейвиться Потому что Меня может убить Артиллерия А Арты у врагов нет Так все Отлично Смотри Снизу Стоит один из семь У которого 465 хп Я могу подъехать С моими Ну с моими Союзниками И начать уже Выбивать Вражеские тяжелые танки Маус Т5 Хэви Да Отлично Плюс еще 2100 урона Я настрелял Изначально Издалека И сейчас Нужно реализовывать Как раз таки Мой танк В качестве Штурмового СТ У меня может Это получиться Закидываем по Маусу Выпромазал И Воу Воу Вот это паркурист У нас тут Завелся Так Ну давай Попробуем выбить Отлично Добираем Мауса 139 И сейчас Будем Тайпа Этого выбивать Вражеского Вражеского Сейчас Сейчас Нужно Нанести Урон Просто Еще Стреляй Меня Нет Он в супер Коня Кидает Пока Все Знаете Меня Пока Лично Все устраивает Очень даже Неплохо Мы воюем Мы воюем Сыграл Сыграл Маусу Немножко о танке. Центурион экшн-икс. В этом бою против всех десяток уровней, я считаю, показал себя очень даже достойно. Посмотрим на результаты моего союзного М48 Паттона. Также какого-нибудь Прагета 65. Думаю, у них будет точно намного меньше урона, как и у любого батчата. Здесь самое большое количество урона смогли нанести. А, либо это Суперконь, Б, либо это Тай-5 Хэви с какими-нибудь сами седьмыми. Потому что у них все же предрасположенность в городской карте. И здесь сетап очень тяжелый, в котором играть от Альфы намного более приятно, нежели чем играть от ДПМа и каких-то холмов местности. Но, я не знаю, как оно все случится. Да, действительно, Тай-5 Хэви у нас самое большое количество урона, потому что он самый жирный. У него больше всего Альфа, самая высокая. И, естественно, у нас средние танки. Вот просто посмотрите, они ничего не смогли сделать. Даже тот же Прагета, у которого Барбан все равно ничего не смог сделать. Паттон тоже не нашел себя в этом бою. Однако, я на своем Центурионе Action X все же что-то настрелял. Давайте тогда отправимся в последний, последний такой поход, как Крестоносец. Вот. И посмотрим третий бой. Возможно, какой-нибудь интересный выпадет на Центурионы Action X. И, да, это, кстати говоря, очень клевая карта для Центуриона. И здесь Леопард, например, тот же самый, наверное, был бы максимально эффективен, если мы говорим о снайперских позициях. Например, для того, чтобы ставить какой-нибудь квадрат Д4, Д5, подстреливаться по вражеским ЛТшкам, СТшкам, которые перекатываются по засвету наших ЛТ. И Центурион Action X может выполнять функцию не просто Леопарда, но Леопарда, который сможет забрать горку. А знаете почему? Бронированная башня. У Леопарда этого нет. Вы сможете после того, как отстреляетесь, например, с квадрата Д4, сразу же переместиться в квадрат А9, А0. И оттуда, уже отыгрывая от своей бронированной башни против 121, его перестрелять и выиграть горку. Я вот не знаю, правда, изначально ехать ли на горку или нет. Просто у нас есть ЕБР-75 и ФЛ-10, у него обзор очень-очень плохой. Но у нас есть ЛТБ, у него обзор хороший, и он может встать изначально кого-нибудь просветить. Я вот думаю, следует ли пользоваться своими ЛТшками для того, чтобы отстреляться. Оооо, вот это было сильно. Первый стрел по МХ. Это хорошо. По нему закинул. Пропал МХ-13-90 с радаров. Обосрал его. Союзный тайпик. Так, здесь Батчат. А, я его прострелить не могу, да? Ало, Геннадий! Ты что куришь там? Как можно 2 ЛТшки было забрать? Геннадий! Вы видели? Не, ну конечно вы видели. Ставь лайк, если Геннадий бог World of Tanks. Ну, тайп 5 хэви. Лучше танк в этой игре. А что можно говорить в целом? А что можно говорить? Как можно на тайпе забрать 2 ЛТшки с разбросом как очко Мамонта? Ну, подкрученный, подкрученный парень по-любому. Не, серьезно. Ну, 2 ЛТшки забрать с тайпа, это просто неилегально. Вы бы еще видели, что он в чате пишет. Да уж, согласен, именно это слово подходит к моменту с ЛТшками. Поднимаемся сейчас на горку, для того, чтобы ее забрать против 121-го. Но буду забирать ее изначально от кустов. Подкатываемся к кустику и ждем 53 ТП союзного. Я не совсем сейчас вижу смысла подпушивать вперед, хотя, учитывая то, что у нас на ЕБР агрится вражеский СТ, но также тяжелые танки вполне разумно будет отстреляться по стандарт Б. Тем более, что 121-й еще до сих пор не заехал на горку. Прячется от артиллерии за мельницей. И горка наша. Главное, от арты спрятаться. Не знаю, вот стандарт Б ждать, пока он будет на горку забираться, либо же все же подпушить здесь. Кстати говоря, CDC светится. Ее можно продамажить. 53 ТП здесь. Но горку им некому забирать, правильно? Правильно сейчас. Поэтому можно отстреляться по 121-му, откатиться назад, горочку немножко отдать, но 121-го надо забирать. Я не знаю, зачем он катается и пытается убить нашего ЕБР-чика, но 121-й глупец. И мы этого голубца ставим голубца. Сразу же на каток раздамаживаем. Хотел бы я, конечно, подать по нему урон, но, увы, у меня не получилось. И забираем обратно горку. На горе сейчас, возможно, будет либо стандарт Б плюс ИС-3, либо просто ИС-3 стоять от башни. Так. А вот это вот было очень мощно. Ну, даем голову. Надо убегать. Мы тут не выстоим. Вот, наверное, кого-кого, а вот ИС-100, это последнего, кого я ожидал увидеть здесь на горе. Я могу отыграть дальше на горе, но лучше пока что уехать. Они сейчас будут лететь на 53 ТП нашего, и мне нужно подсвечивать артиллерии и убивать с выгодных для меня позиций этого Весотова. А вот это вот очень плохо. Он меня сейчас продамажит. Нет, мне повезло. У него хреновая пушка. Плохо, что я его не пробиваю. Очень плохо. Я бы даже сказал, прям супер печально. У меня все в маску летит. Три снаряда и три в маску. Да за что? Отлично. И убиваем ее дальше. Он бы уже умер. Он бы уже умер. В этом весь прикол. Я его отлично разбираю. У меня ДПМ хороший. Блин, если я еще дам пару выстрелов... Мне надо убегать, я думаю. Нет, я не выстаю здесь уже. Мне надо убегать с позиций. Меня сейчас будет убивать артиллерия. Я стою один в просвете и мне нужно просто уехать. Просто уехать, чтобы меня не просветили и не убили. В кусты можно просто встать. Просто встать на пассив. Но... Логично ли будет это или нет? Вот в чем вопрос. Нет, я встану за елкой. Не буду здесь стоять. Дал. Я стою не знаю, просветил меня или нет. Ой, отлично. У меня не просветил. Можно откатиться еще назад и постараться его добить. Не пробиваю. Меня могли просветить, да? Да, меня просветили. Но я стою, если я добью... Блин, будет хорошо. Но я стою, к сожалению, не могу добить. Надо уже подкатываться горе. Меня, конечно, может убивать артиллерия, но... Отлично. Если я ее сто добью, значит... Вражеских остальных ТТ я без проблем убью. Отлично. Поговорочка. Целимся сразу же в башенку. Убиваем ее. Ну, убиваем ее в башенку. И этого Сергея с башенкой. Так, к сожалению, здесь я не смог нормально продамажить. И сейчас нужно засейвиться. Потому что ГВ Тигр меня все же сможет убить. И нужно откатиться назад. Я не понимаю, почему у меня Т-54 Е1 стоит постоянно поодаль. Я в засвете? Или нет снова? Вот этой вот я не знаю. Геннадий Ченнесс здесь на своем Т-5 Хэви что-то делает. Да, он ездит на горку. Так отлично. Все, давайте передислоцируемся сейчас отсюда. Подожмемся под... Хран. И будем Т-4 убивать. Почему я играю постоянно на голде? Потому что я играю постоянно от башни. К сожалению, я Е100 не смогу убить без голды. Не смог бы убить. Тейпайт четвертого, опять же, мне было бы сложновато прострелить без голды. Сейчас можно уже заряжать, я думаю, подкалиберы свои. И либо ехать на горку, либо же, я вот думаю, если артиллерия Сергея этого заберет, то можно заехать даже на горку. Потому что стоковый стандарт Б, ИС-3, мне не особо опасен. Плюс у меня еще Тайп едет здесь. Ну, по идее, наверное, гору неплохо будет заехать. Правда, знаете, в чем проблема? Проблема в этом ИС-3. Не, я, наверное, все равно поеду. Мне тут это Геннадич пишет, знаете что? Нир четкий видос про Минск, кстати. Ха, клево. То есть, чувак меня узнал. Так, забираем стандарт Б от куста. И теперь будем добирать ИС-3 вражеского. Так, правда, как мне его добрать будет хорошо? Ну, я думаю, единственный вариант это просто выгодить и создать ему шот и сразу же засейвиться от артиллерии. Еду под мельницу. Арта будет стрелять без фотки в меня. По-любому. Она будет просто стрелять за мельницу. Для того, чтобы меня сплошами снести как-нибудь. Так, у Борща 800 очков прочности. Я ему дал один выстрел. Ну, не 800, 700. Плюс Яга. У Яги не знаю, к сожалению, сколько, но Борщ был на топгане на орудии от Е100. Встать здесь просто, посветить попробовать. Или все же спуститься вниз, как-нибудь поагрессивнее сыграть. Надо уже фугас заряжать. Кстати говоря, фугас. 105 мм пробития, 480 урона. Баншотит почти любую артиллерию, а также стабильно, ну, пробивает все фугасные танки. Закидываем по Борщу. Ну, вы сами все видели. По Борщу я точно прокинул. Еще один шот по Борщу. Борща добивают. Отлично. Стрельнул я по сломанному дереву. И далее отправляемся. Добивать артиллерию. Единственное, что осталось делать. Гору выиграл. А. Подсветил своим союзникам. Б. Утопил враевскую артиллерию силой мысли. С. И сделал видеоролик. Вот такой вот этот Центурион Экшн Икс. На городских картах, он, сами вы замечали, может себя вполне себе показывать хорошо. То есть, 4100 урона я настрелял на Париже против всего сетапа из тяжелых танков. С альфой, которая больше, чем у моего Центуриона Экшн Икс. На открытой карте на дамаж его тоже годно. А на Химмельсдорфе первом, ну, я бы его, конечно, вырезал вообще из этого видоса. Ну, я не вырезаю. Сыграл, как сыграл. Второй бой. 6700 урона. 1100 опыта. 3 фрага. Я считаю, более чем достойный результат. Борща мы тут вообще нормально поимели. Вот как-то так. Так что, ребят, задумайтесь. Центурион Экшн Икс достаточно неплохая машина. По крайней мере, я рекомендую ее прокачать для того, чтобы поиграть и попробовать. Ветка интересная. С вами был Ниар Ю. Не забывайте подписываться на канал. Также прожимать лайки. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok